Динамо Акбарс Динамо Акбарс Уор в 2011 году, где провела 4 года и помогла команде завоевать серебро и бронзу молодежной лиги. Тем самым был заложен необходимый фундамент для будущего роста. Кстати, Екатерина из спортивной семьи. Отец-самбист, мама-баскетболистка, а младшая сестра Анна Лазарева также является профессиональной волейболисткой, выступавшей в московском Динамо, Енисеи, французском Валеро и корейском Альтосе, из которого в это межсезонье перешла в турецкий Фенербахче. Екатерина после выпуска из Динамо Уор в 2015 году окончательно перешла на взрослый уровень. Сначала это были две команды высшей лиги А – Хабаровская Приморочка и Воронеж. Далее были полгода в Заречье Одинцово и последующий переход в Липецк. В 2018 году Лазарева вернулась в Суперлигу, причем вновь на Дальний Восток. В Сахалине Екатерина сразу же получила статус капитана команды и вместе с ней завоевала Кубок Сибири и Дальнего Востока. В 2019 году Лазарева пополнила ряды Краснодарского Динамо, в котором за два сезона сыграла 60 матчей и помогла команде завоевать бронзу последнего Кубка России, где в полуфинале Кубаночки уступили Динамо Акбарс, но в матче за третье место были сильнее Ленинградки. В этом году Екатерина вошла в расширенный список сборной России на подготовку к Олимпийским играм в Токио и Волейбольной Лиге Наций. А уже осенью мы будем рады видеть Лазарева в форме Динамо Акбарс. В предстоящем сезоне Екатерина вместе с Елизаветой Поповой составят дуэт связующих в казанской команде. И мы будем надеяться, помогут клубу завоевать новые медали и трофеи. Добро пожаловать в семью Динамо Акбарс. Всем привет, меня зовут Лазарева Екатерина и я рада вернуться в родной клуб. Вместе со сборной России сейчас я нахожусь в Румении, но так же, как и вы, жду предстоящего сезона. Так что встретимся на площадке.